История турнира памяти Дмитрия Гвишани началась с первых соревнований в 2004 году. Назван он в честь курсанта Военной Академии Республики Беларусь Дмитрия Гвишани, который 28 августа 1999 года погиб при тушении железнодорожного состава, за что был посмертно награжден орденом за личное мужество. Команды Военной Академии Республики Беларусь, Академии МВД, а также команды из Ближнего и Дальнего Зарубежа принимали участие в турнире по рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишани. Начинали мы 15 лет назад, 16 лет назад. Турнир в этом же зале, но только не на центральной трибуне, а сбоку. Начинали еще с юношеских соревнований. Потом каждый год это вырастало до республиканского турнира. Потом он стал открытым чемпионатом Брестской области межгосударственным. И вот уже второй раз он международный. Международный турнир собрал в стенах Брестского легкоатлетического манежа 12 команд из 4 стран. Украина, Таджикистан, Россия и Республика Беларусь боролись за лидерство в искусстве рукопашного боя. Участники соревновались в двух возрастных категориях. От 16 до 17 лет и от 18 лет и старше. Кроме того, важным критерием было наличие разряда по рукопашному бою не ниже второго. Мы принимали участие, начиная со второго турнира памяти Дмитрия Гвишани в этих соревнованиях. Приезжали, получали опыт участия в соревнованиях, постепенно совершенствовались. В прошлом году в возрастной группе 16-17 лет наша команда была победительницей турнира. Но это спортивный результат менее весом, нежели результат общения спортсменов Украины и Беларуси между собой, нежели коммуникация между тренерами, судьями, представителями команд. Это очень важно, очень серьезно. Я занимаюсь видом спорта 5 лет всего лишь и за это время успел достичь результата мастера спорта по рукопашному бою. Эти соревнования в нашей стране очень хорошо развиты. Они популяризуют здоровый образ жизни, патриотизм. Спортсмен, который долго тренируется и много выступает, сможет достичь высоких результатов, уверяют участники и тренеры. По итогам турнира памяти Дмитрия Гвишани, спортсмены, которым удалось победить, кроме ценных призов, медалей и дипломов повысили спортивный разряд.